Ребята, всем привет! С вами снова SF и сейчас хочу поговорить с вами такую тему, как доходность обучения или образования, то есть окупаемость. То есть вы тратите какое-то время, какие-то деньги на обучение и хорошо бы понимать, когда вы все это делаете, когда вы реально окупаетесь. Я поизучал некоторые материалы, в том числе я почитал парочку научных работ на эту тему и в общем целом видел, что для того, чтобы определить доходность или окупаемость образования, для этого используется стандартный финансовый подход. То есть через, по сути, модель капитального бюджетирования, когда вы считаете NPV, IRR, то есть чисто определенную стоимость, внутреннюю ставку доходности и так далее. То есть такие классические финансовые модели, которые используются для оценки инвестиций в какие-то проекты, в покупку какого-то оборудования и так далее. Вот. И я решил помоделировать немножко. Сейчас вы на экране видите, соответственно, Excel файл с простой весьма моделью. Здесь у меня несколько вариантов для того, чтобы оценить исход, да. Это первый вариант, когда вы идете сразу работать после школы. Мы здесь, естественно, не учитываем какие-то моменты, там, связанные с армией и так далее. Вот просто представьте, что вы закончите школу, пошли работать и дальше у вас там зарплата растет с какой-то скоростью. Вариант 2, когда вы пошли, соответственно, учиться и только учились первые 4 года, и после этого, соответственно, вы начали работать. И вариант 3, когда вы, в принципе, учились и работали. То есть работали part-time, и после того, как вы закончили учебу, вы уже пошли работать full-time, например, по профессии. И сейчас там, естественно, вы видите много цифр, много всяких цветов красивых. Так, давайте разберемся, в принципе, что я закладывал в эту модель и как я вообще считал. То есть у нас есть некоторые вводные данные. Я представил, что мы говорим про какой-то московский вуз, что вы учитесь платно, и обучение вам стоит, например, там, 200 тысяч рублей. При этом длительность обучения 4 года. Если вы, например, нигде не учитесь, сразу идете работать, то вы, например, идете работать там за 40 тысяч рублей, условно говоря. То есть получаете 480 тысяч рублей в первый год работы без диплома, да. Если вы просто без диплома где-то работаете, то, допустим, ваша зарплата растет со скоростью 10% в год. Для сравнения у нас есть там ставка по вкладам в рублях. То есть какую-то часть денег, естественно, вы откладываете, и эти деньги, например, у вас там копятся на вкладе каком-то, да. Дальше у нас есть доходность фондового рынка. Это, грубо говоря, наша дискордная ставка для того, чтобы мы могли уравнивать все наши варианты, да. Чтобы мы могли через одну призму на все это смотреть, мы используем определенную дискордную ставку. То есть мы приводим деньги будущего к сегодняшним деньгам, для этого используем вот эти вот 10% годовых. То есть это, так сказать, альтернативные издержки, да. Если бы у нас было там 800 тысяч рублей, мы бы могли, например, их положить в какие-то рыночные инструменты и зарабатывать, например, в среднем там 10% годовых. Дальше мы предполагаем, что ваша зарплата месячная после выпуска 60 тысяч рублей, что, в принципе, весьма адекватно. Если вы там фигней в ВУЗе не занимались, нормальным ВУЗе выучите, 60 тысяч рублей получать в месяц на своей первой, как бы, работе по специальности, да, это вполне-вполне нормальные цифры, да. Кто-то получает больше, но в целом 60 тысяч рублей это совершенно адекватный ассампшн. Дальше мы представляем, что, так как вы работаете, там, в профессиональном секторе, у вас зарплата будет расти быстрее, чем у человека, который не имеет диплома, да. Например, не 10%, а 20% годовых. И мы говорим, что некий свободный денежный поток, то есть некая сумма, какой-то процент от вашей зарплаты, которую вы откладываете, составляет 10%. Это значение одинаково, одинаково как для людей, которые имеют дипломы, которые не имеют диплома. Потому что мы будем с вами считать окупаемость не, не там, зарплату делить на что-то, да, или стоимость обучения делить на зарплату, а мы будем учитывать именно этот свободный денежный поток. Потому что, в конце концов, как и в компаниях, да, оцениваться по вот этому остаточному потоку, который, как бы, там, акционеры, или в данном случае вы, как, там, индивидуал, да, себе сохраняете. Потому что вам все равно нужно жить, там, платить за аренду, платить за еду и так далее, за одежду. И что так, что так, вы в любом случае бы тратили деньги, да. Поэтому оцениваться будет, как раз-таки, вот этот свободный денежный поток, который потом, соответственно, мы прогнозируем, дисконтируем, складываем и на основе этого понимаем, там, где приведенная стоимость выше, соответственно, какой вариант лучше. Что мы не учитывали, пока проводились расчеты? Мы не учитывали, там, например, стоимость учебников, каких-то материалов. Мы не учитывали какую-нибудь стоимость каких-то административных сборов, которые идут сверху вашей стоимости обучения. Питание, транспорт, аренда тоже не была учитывана, потому что и там, и там, в любом варианте вы все равно должны там что-то есть, куда-то ездить, да, и что-то, где-то платить какую-то аренду, да. Мы не учитывали какие-то процентные расходы. Если, например, вы обучение, учитесь в кредит, а это, кстати, довольно-таки много людей делают, особенно на Западе, вот эти процентные расходы мы не учитывали, хотя это, естественно, снижает свободный денежный поток. То есть, грубо говоря, вы учитесь за свои собственные деньги. Мы не учитываем, так называемую, кумулятивную доходность по вкладам. То есть, имеется в виду, что, например, если вы начали сейчас прям работать, не имея диплома, у вас через за 4 года накопилась какая-то сумма, которая продолжает расти снежным комом, если вы, естественно, деньги оттуда не вытаскиваете. А если вы там только через 4 года начали работать после того, как вы закончили бакавриат и начали что-то копить, то, соответственно, вы начинаете, грубо говоря, с нуля. То есть, вот эти моменты мы не учли, и это нужно тоже, кстати, помнить. Ну и, соответственно, инфляция тоже прямым методом учтена не была, но при этом она заложена, скорее всего, тут от доходности фондового рынка. То есть, доходность фондового рынка должна покрывать инфляцию. Вот, что мы видим? То есть, мы видим следующие цифры, да, то есть, у нас нет никаких инвестиций в образование абсолютно, да, мы сейчас говорим про вариант 1, где мы без образования, и показаны определенные прогнозы на следующие 20 лет. То есть, вы в первом году получаете, соответственно, там, типа 40 тысяч в месяц, плюс-минус, и дальше этот доход у вас растет там со скоростью 10% годовых. То есть, здесь там может быть какая-то индексация, мы можем говорить, что вы просто становитесь более опытным, меняете работу, переходите туда, где платят больше и так далее и тому подобное, да. Соответственно, свободный денежный поток – это банально просто зарплата, умноженная на 10%. Вот, дальше этот свободный денежный поток мы также, в общем и целом, инвестируем, да, то есть, мы берем там эти 10% и умножаем там на какую-то доходность по вкладам, да, то есть, мы представляем, что, как бы, все деньги вы просто держите на вкладе. Так просто проще. Соответственно, общий денежный поток составляет там порядка 50 тысяч. То есть, это свободный денежный поток с учетом вот этого инвестиционного дохода. Здесь там можно придраться, что не совсем точно подсчитан инвестиционный доход, потому что там мы получаем деньги в течение года, и мы не можем зарабатывать все эти проценты сразу же, да. Но это уже, как бы, детали, вы можете сами скачать эту модель и ее как-то подкорректировать. Важна, важна механика, да, как бы, общие цифры. То есть, мы получаем такие денежные потоки, дальше у нас, соответственно, растет доход в скорости 10% в год. Процент от этого дохода мы сохраняем, получаем инвестиционный доход. Как я уже говорил до этого, кумулятивно мы это здесь не учитываем, хотя по-хорошему надо это делать. И получаем такой-то свободный денежный поток, да. То есть, его можно сложить, его можно дисконтировать. Что, в принципе, и было сделано, да. То есть, мы имеем приведенную стоимость в течение 5 лет. То есть, вот ЧПС, да, первые 5 лет, сколько мы заработали свободно денежного потока, первые 10 лет, сколько мы заработали, первые 15 лет и 20 лет, да. То есть, с учетом вот этой дисконтной ставки в 10%. То есть, это, грубо говоря, уже считаю инфляцию, как минимум. Вот. А следующий вариант, соответственно, мы идем в вариант с образованием, где вы только учатся, нигде не работаете. То есть, если нет какого-то дохода, любые какие-то деньги, которые вы, соответственно, получаете, это деньги, там, от родителей. То есть, это не ваш собственный доход. Соответственно, свободный денежный поток у вас будет здесь отрицательный, потому что вы только тратите деньги, естественно, никакого инвестиционного дохода вы не зарабатываете. То есть, вот первые 4 года вы тратите 800 тысяч рублей. Далее, после этого вы начинаете, например, работать за 60 тысяч, да, и дальше у вас зарплата растет в скорости 10% в год. Вот. А даже не 10%, извините, она растет, на самом деле, со скоростью 20% в год, да. То есть, у меня, я делаю assumption, что рост будет выше, так как вы профессионал. То есть, вы, там, будете искать какую-то более, там, высокооплачиваемую работу, вы будете брать на себя больше проектов, там, вы амбициозны и так далее, да. И, то есть, у вас, как бы, зарплата будет расти быстрее. Соответственно, у вас получается тоже какой-то свободный денежный поток, на который зарабатывает еще какой-то инвестиционный доход, и в совокупности мы все это складываем, получаем какую-то сумму, да, там, в 76 тысяч в пятом году. Соответственно, дальше это все просто простая механика, да, это все растягивается вправо. До 2020 года. И, что мы видим, да, мы с вами видим, что первые практически 15 лет, вы убыточны. Ну, первые 10 лет точно вы убыточны, да, там, первые 5 лет у вас свободный денежный, то есть, чистая приведенная стоимость минус почти 600 тысяч рублей. А приведенная стоимость 10 лет, соответственно, минус почти 300 тысяч рублей. 15 лет есть какой-то плюс, но этот плюс меньше, чем плюс для человека, который нигде не учился. То есть, у него плюс почти 700 тысяч, у вас плюс 200. То есть, как бы, даже этот вариант проигрывает человеку, который нигде не учился, на, там, примерно 500 тысяч рублей, да, приведенной стоимости. И только в течение 20 лет мы видим, что вы, то есть, в течение 20 лет, вы зарабатываете больше, чем человек, который нигде не учился, который пошел сразу работать за 40 тысяч рублей, и дальше его зарплата росла при этом медленнее, чем ваша. Вот. То есть, где-то примерно в ноль вы выходите, да, то есть, здесь я там, там, точных расчетов не делал, но, скорее всего, где-то вы только через 12-13 лет вы окупаете вот эту инвестицию в свое образование. То есть, у вас, в принципе, там, приведенная стоимость равна нулю. И, наконец, третий вариант. Здесь, в принципе, все то же самое, только вы, я делаю assumption, что вы работаете как человек в первом случае, но работаете в два раза меньше. То есть, вы получаете, там, не 40 тысяч в месяц, а 20 тысяч в месяц. Дальше это тоже все индексируется. Вот. И после этого, в пятом году вы начинаете работать, как и в варианте номер два, там, за 60 тысяч рублей в месяц, что-то сохраняете, и это, там, приносит на какой-то доход. То есть, если вы учитесь и работаете, то у вас свободный денежный поток хотя бы, ну, там, грубо говоря, в районе нуля за год. Да, то есть, там, 4, 6, там, 9 тысяч рублей и так далее. И, соответственно, вы даже какие-то небольшие деньги, там, якобы, с этого зарабатываете. Ну, грубо говоря, вы в нуле. То есть, как минимум, вы, там, сразу же в моменте отбиваете стоимость обучения своего. Соответственно, в данном случае у вас приведенная стоимость уже хотя бы положительная в течение первых пяти лет, в течение десяти лет тоже положительная. И в течение 15 лет, то есть, вы зарабатывать начинаете больше, чем человек, который не вкладывался вообще в свое образование. Да, то есть, 15 лет, 861 тысяча, и здесь 15 лет, 693. То есть, если мы говорим, там, про бакалавриат, про платное обучение, то для того, чтобы вы не были в каком-то нуле и вы не окупались не весь сколько лет, вам обязательно нужно где-то работать хотя бы парт-тайм. В противном случае, как вы видите, вариант номер два. Думаю, никого не радует, да, когда вы, там, окупаетесь за 13 лет. Вот, соответственно, это, это как бы такой вывод номер один, что нужно обязательно работать. Вывод номер два, да, что на самом деле, ребят, для вас это должен быть такой определенный wake-up call, да, что, окей, надо смотреть реально NPV, да, потому что люди привыкли мыслить брендами, что, там, вот это какой-то крутой очень вуз и так далее, а потом оказывается, что, вау, я, там, типа, трачу миллион рублей в год минимум, да, не в год, извините, там, за 4 года. Окупаемость занимает 10, там, 12-13 лет. То есть, другая, люди, которые, там, учились каким-то образом бесплатно, может быть, там, в менее престижном вузе, или даже в нашей модели вообще нигде не учились, они, там, чувствуют себя финансово лучше, чем вы, да, при этом вы такой, как бы, умный, дипломированный, там, и так далее. То есть, обязательно думайте об этом, да, то есть, я, например, тоже отчасти жалею, я, конечно, не имел каких-то пророческих, там, навыков, да, когда был студентом, но если бы я знал, что я буду, там, жить в России и буду управлять своим проектом, а не работать на, да, на Goldman Sachs, условно, я бы, скорее всего, не потратил те деньги, которые я потратил на обучение в своем вузе, потому что были альтернативы дешевле. Вот, в конце концов, это все, естественно, сводится к цифрам. Поэтому обязательно обратите на это внимание. То есть, если вы тратите деньги на обучение, если вы, обучение это дорогое, то нужно четко понимать, с финансовой точки зрения, какая будет окупаемость, сколько реально люди после этого вуза, после этой программы зарабатывают на рынке, как реально растут зарплаты, там, в этом направлении, и так далее, и тому подобное. Это нужно обязательно учитывать, нельзя просто, там, говорить, о, это, там, топ-5 вузов России, поэтому я, там, пойду туда и буду платить какие-то сумасшедшие деньги. Причем интересный момент, давайте просто даже для упражнения скажем, что стоимость обучения у вас ноль. У вас в любом случае получается вариант такой, что без образования вы, по крайней мере, первые 10 лет чувствуете себя лучше, чем с образованием, потому что без образования у вас получается, что вы ничего, как бы, не тратите, но ничего не зарабатываете. Первые деньги вы зарабатываете, начинаете только в пятом году. И, соответственно, человек, который вообще даже нигде не учился, у кого зарплата типа растет медленнее, чем у вас, хотя в реальности, может быть, совсем не так, он только в течение, по сечении 15 лет чувствует себя хуже, чем вы. Да, это при бесплатном совершенно обучении. Соответственно, единственное, наверное, где, скажем так, что действительно стоит того, да, это, опять же, где-то учиться и параллельно работать. Вот тогда у вас получает действительно большая разница. Причем первые 10 лет вы тоже, там, проигрываете, хотя, там, я смотрю, 10-й год, он примерно одинаковый для первого случая и третьего. И вы существенно начинаете зарабатывать больше только после 15-20 лет. Вот, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что, как бы, если это, там, деньги ваших родителей или ваши какие-то собственные накопления, то очень тщательно относитесь к расчетам, потому что может реально заложиться так, что лучше деньги вложить куда-то на рынок акций, вот, или, там, купить какую-то недвижимость, да, чем идти, там, не знаю, на какой-то дорогой бакалавриат или идти на какую-то магистратуру. Потому что очень важно понимать вот этот момент с окупаемостью и понимать его не только на уровне, например, просто логики, да, а понимать с точки зрения цифр, вот, как вы посчитаете. Потому что считать зарплату некорректно, вы не забираете себе всю зарплату в карман. Вы все равно и там, и там тратите деньги, там, на аренду, на еду и так далее. Поэтому большая просьба, да, возьмите, например, вот этот файл, скачаете по ссылочке и используйте его в своей, так сказать, в своем кейсе, посмотрите для вас, насколько это будет выгодно. Неважно, вы думаете пойти куда-то учиться на бакалавриат платный, хотите вы куда-то пойти учиться на магистратуру, хотите вы взять какие-то курсы, да, там, дорогие или не очень. Везде смотрите через вот эту призму. Потому что мы в SF Education даем, стараемся давать именно такое обучение, такое образование, которое позволит вам быстро окупить свои, так сказать, прямые расходы и свои косвенные расходы, которые в данном случае это какая-то незаработанная зарплата. Вот, поэтому, поэтому всем удачи, подумайте над этим и принимайте взвешенные решения, да, Data-Driven Decisions, как говорится. Всем спасибо за внимание, ребят. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Очень интересно услышать ваши мысли по поводу этой тематики, какие-то предложения, вот. Заходите в наш сайт, смотрите наши платные программы, наши бесплатные курсы. И увидимся с вами позже. Всем спасибо. Спасибо.